спортсмены получают заработную плату которая составляет на сегодняшний день 2000 гривен если они не заработали медаль бывает и такое на чемпионатах мира и паралимпийских играх то тогда стипендия им не светит они живут на 2000 гривен мало того что тренеры еще не получили наградные от нашего правительства но я понимаю сейчас очень тяжелое время но мне очень странно почему не среагировала ни область не город никаких наградных мы не получили кроме часов для спортсмена который должен наблюдать время до токио наверное с таким параметром а тренером дали духи ну чтобы мы хорошо пахли наверно после тренировки вот все что нам дала наша область а по поводу того что помогает нам или не помогает я хочу сказать что не мешают то есть это очень большая помощь когда не мешает но хотелось бы чтобы хотя бы раз четыре года облгосадминистрация помогала только часы как бы и грамоту до мэра пока нет вот я опять же говорю это возможно после вашего интервью может там позвонит я не знаю вот конечно я считаю то вы хоть бы собрал там и не знаю опять же там и тот же мэр там сказал спасибо молодцы дал там тысячу гривен и все идите сейчас проблема такая вот допустим в этом году да вот казалось бы паролимпийские игры средств было очень мало и в принципе ездили вот в черкаса мы тренироваться до черкас по две недели были сборы две недели мы приехали неделю уехали это не очень хорошо нужен нужен трехнедельный цикл принципе получается только двухнедельный в основном в принципе конечно вот здесь и тренируемся и зимой в олимпийце тренируемся костус его просил крышу чтоб засмолил хотя бы она не тепло стоять эти ведра по всему этому манежу и тогда капает все это туда хотелось бы конечно чтобы у нас тут положили вы но вы сделали дорожки это вообще замечательно было бы освещение тоже что есть для тебя спорт быть довольным собой я знаю что ты чего-то добился что ты где-то лучший все-таки как-никак это очень приятно я думаю все таки